О женском кино на кинофестивале Arctic Open не говорили никогда. Светлана Самошина, гость Архангельская, представляет фильм «Крайно ломленная луна». Приветствую вас. Спасибо, очень приятно. Женское кино. Кинокритики об этом говорят, члены жюри об этом говорят. Говорят о том, что даже мужчин в кино становится меньше режиссеров. Вы чувствуете это? Я не знаю, если честно. Не знаю. Я как-то не разделяю, если честно, мужское и женское кино. Но действительно, картин снятых женщинами больше, с чем это связано, не очень понятно. Видимо, курсы так набрали в киношколах, что выпустили женщин. Ну, по крайней мере, в вашем случае, наверное, творческий человек, он должен заниматься творчеством, а не думать о том, кто еще рядом параллельно снимает кино. Собственно, правильно? Трогательная история у вас. Спасибо. Она семейная, и это тоже одна из тем кинофестиваля, взаимоотношения отцов и детей, мужская сторона, очень много представлено на кинофестивале, и женская сторона. В вашем случае, прямо вот, отношения мамы и дочери, ну или дочерей, да? Что-то личное, в сценарии участвовали, сценарист ведь у вас тоже непростой. Ну, я думаю, что тема, которая волновала и меня, и Наталью, я очень рада, что Наталья согласилась писать этот текст, работать с нами. Но изначально, ну да, мне было очень интересно на эту тему поразмышлять, и мы много разговаривали с Наташей, когда она писала. Это, да, достаточно личное для меня кино, сильно личное. А в чем? Ну, у меня в какой-то момент были не самые простые отношения с мамой, сейчас они прекрасные, но мы над ними поработали, я бы так сказала. То есть, ну, по большому счету, это такая традиционная история, когда девочка взрослеет, подросток, ну, с мамой очень часто так не складывается. Как у мальчика с папой и так далее. А в вашем случае вы вносили какие-то конкретные сцены в это или? Нет, это скорее просто какие-то общие мысли. Писала целиком все Наталья, как бы это не сцены из реальной жизни. Сегодня очень многие, кстати, в призоне кинофестиваля говорили о том, что, ну, вот, размышления на темы взаимоотношений, в том числе и семейных, использовали даже и психологов, в том числе, вот, как-то работая над сценарием. Ну, я так понимаю, что ваш личный опыт, который вы прорабатывали, вы перенесли туда, так ведь? Наталья перенесла. А, Наталья перенесла. Ну, вы говорите, что в вашей семье тоже были вопросы, прорабатывали самостоятельно. Есть, в какой-то момент у каждого режиссера есть, ну, скажем так, такой момент становления. Вот сейчас очень много молодых кинематографистов, которые, ну, и на вас тоже, наверное, теперь уже будут смотреть, как на мастера. Вот в какой момент вы чувствовали, что у вас начинает получаться правильное кино? Не знаю, это же мой дебют. Мне кажется, что я до сих пор до конца не чувствую. Это моя первая статья. Ну, это не совсем дебют все-таки. Ну, у меня есть три коротких метра, но это мой дебютный полнометражный фильм. Поэтому, мне кажется, про мастера рано точно говорить. Ну, я вот сейчас сериал тоже сняла, но это абсолютно какая-то другая вещь. Я просто как зритель и как журналист впервые вдруг, ну, пообщавшись с вами, начал разделять тоже. То есть я до этого не разделял, что полный метр – это вот уже какой-то рубеж. Ну, мне кажется, что просто с дебютным полным метром все, ну, да, в какой-то степени рубеж. Плюс с ним всегда сложно запуститься, сложно на него найти финансирование. Это огромный риск всегда для продюсеров, потому что, мне кажется, что дистанция короткого метра все равно очень сильно отличается от полного. И да, это, конечно, ну, определенный шаг и возможность, наверное, дальше работать в индустрии. А в какой момент вы писали сценарии? Это какой год был? В пандемию. Вот. То есть фактически мы сейчас смотрим фильмы, которые как раз тогда и задумывались. А вы дистанционно или вот каким-то образом это все... Ну, писала, на самом деле, как бы, мы просто периодически говорили с Натальей по зуму, но это было не так часто. Это полностью ее текст, поэтому писала она в пандемию. И темы, которые тогда стали очень важными. Люди начали больше времени проводить вместе друг с другом, да, и где-то это всколыхнуло волну, в том числе и в кино, вот именно взаимоотношения. Возможно, да. Вы обратили внимание, что вы, ну, в струе? Или, может быть, вот вы как раз поплыли по течению? Как это работает в киноиндустрии? Что вы имеете в виду? Ну, многие вот взяли вот именно эти темы. Ну, ни экшен, ни комедии, еще какие-то такие варианты. Мне в целом интересно с камерными человеческими историями работать, поэтому... Ну, да, с отношенческими какими-то вопросами. Но до пандемии у меня была эта тема, на самом деле. Просто я еще, когда выпускалась из московской школы нового кино, знала, что я примерно про это хочу делать. Ну, то есть, про отношения матери и дочери. Но я, честно говоря, не связываю это с пандемией в моем случае. Но это очень интересно, то, что вы говорите. Вы взяли для себя специализацию прямо, да, определились уже, что вы хотите именно в этом направлении работать? Нет, мне разное интересно в целом делать, но... Да, наверное, но мне... Вот сериал я сейчас абсолютно другой снимала. И в целом мне интересно. Я снимала сейчас сериал для Иви, он называется «Первый класс». И это история трех женщин, которые делают так, чтобы их дети поступили в элитную школу в Санкт-Петербурге. Вот, история успеха и того, как мы на своих детей проецируем успех. Это тоже интересная проблема. Я даже за собой в какой-то момент это заметил. Хотя я думаю, ну, я же не буду вот так. Я же умный, я же осознанный. Это вылезает. Вот, опять же, это по наблюдениям. Как вообще в вашей режиссерской голове складывается картина вообще для фильма? Вот вы наблюдатель, вот и... Или вы идете за сценарием? Как это работает? Зависит тоже. Ну, в полном метре с текстом Натальи, конечно, был сценарий, и я от сценария работала. Сериал я сама писала с автором, мы вдвоем писали. Ну, там, да, ну, поэтапно. Сценарий, потом разработка сценария. Наблюдаю много. Наблюдать полезно. Насколько я понимаю, что первый класс выйдет, наверное, весной. Да. То есть это еще в перспективе, поэтому те, кто посмотрит сейчас, могут уже понимать, о чем будет хитро. И даже ждать, это тоже такой особый момент, ждать премьеры. Опять же, взаимоотношения, ну, вот для режиссера психологические роли, это еще и каст, да? Вот как вы работали с актерами, потому что, ну, у вас серьезная команда. Вы имеете в виду на площадке или как мы это понимали? Не, ну, кастинг. Классический кастинг, но вот Аня Шепелева была изначально... главная героиня, которую Саша сыграла, мы под нее писали сценарий. Потом делали пробы по просьбе продюсеров, просто чтобы убедиться, что Аня лучше. Но мы немного людей пробовали. Вика Толстоганова, я изначально про нее думала и очень хотела, чтобы она снималась. Но меня немножечко смущала разница в возрасте между мамой и дочкой. Поэтому мы тоже делали пробы, но Виктория была самой убедительной. Ну, а девочек мы много смотрели, Маша Лобанова тоже. Ну, Виктория не раз бывала в Архангельске и на фестивале Arctic Open, поэтому где-то в какой-то степени, возможно, тоже и талисманом стало для вас, по крайней мере, в рамках нашего небольшого кинофестиваля. Хотя почему мы все так вот любим говорить о том, что чего-то у нас небольшое, а у вас фильмов не так много и вроде и мастером не назовем. Я поражена, на самом деле, программой вашего фестиваля. Огромная программа, насыщенная, очень хорошие фильмы. А у вас в жизни вообще много было кинофестивалей? И вот в данном случае у края? Ну, вот мы сейчас проехали по российским фестивалям. У нас на ММКФ была премьера, потом еще ряд фестивалей был. С короткими метрами, ну да, короткими метрами ездили по фестивалю. У меня первый короткий метр на кинотабре был, второй приз на неделю русского кино в Лондоне брал, а третий тоже премьерился на кинотабре. Не метр. Ну, по крайней мере, для кинематографистов, которые живут в Архангельске, определенно серьезные успехи. Когда во время фестивалей люди общаются друг с другом, иногда возникают какие-то коллаборации. Вот, опять же, как вы, может быть, находите партнеров для работы? Это, опять же, вот прямо чистый киношный продакшн. Вот у меня есть сценарий, вот у меня есть продюсеры, вот мы ищем то-то. Эта компания вообще этим занимается, и меня просто позвали как режиссера. Или наоборот, все от вас идет? Ну, зависит. Вот третий короткий метр меня нашли, ну, как бы я тендер режиссерский просто выиграла, был уже готовый сценарий, и была уже утверждена даже Виктория Толстоганова, она тоже снималась в этот короткий метр, который «Хейт» называется. И там я просто выиграла режиссерский тендер, и пришла, соответственно, это для Киона короткий метр снимался. Остальное обычно, ну, даже, ну, да, я пишу сценарий, потом ищу продюсеров, либо пишу заявку, ищу продюсеров, чтобы потом писать сценарий. У меня есть своя команда, с которой я работаю. Когда с людьми встречаюсь, я с ними потом тяжело расстаюсь. Мне нравится работать, ну, практически с одними и тем же, потому что проще намного. Очень сложно найти людей, которые тебя слышат. А с вами, вот, с вами легко работать? Или действительно надо просто в вас попасть, и тогда все складывается? Не знаю. Не попал, не получается? Не знаю. Не знаю, надо спрашивать у тех, кто работает. Ну, по крайней мере, те люди, с которыми, вот, прям это жестко, либо вот человек попал... Да нет, но главное, чтобы человек был профессионален. Ну, и вкусово, чтобы мы сходились. А профессионализм, опять же, по каким критериям? Вы бы стали работать с непрофессиональным актером? Я с большим... Я очень люблю, когда в кино снимаются непрофессиональные артисты, но я не уверена, что я тот режиссер, который... Ну, не то чтобы готов к этому, но я люблю работать с профессиональными актерами. Не обязательно кино, театральными в том числе тоже. Но мне просто достаточно много импровизируют артисты, и мне кажется, что с непрофессиональными актерами это сложнее. А импровизация, это прям приветствуется в вашем варианте? Я люблю, да, когда импровизируют. Но вот в полном метре мы практически не импровизировали. Там есть вот сцена с криками рыб, она на импровизации. Ну, это просто из-за погоды произошло, она по-другому была написана. В полном метре вот в этом мы очень мало импровизировали, но мне очень нравился текст Наташи, и я хотела максимально близко к нему работать. Поэтому он очень близко к тексту снят. У нас на кинофестивале есть еще образовательные программы. То есть каждый год это какие-то разные. В этом году режиссеры, студенты и начинающие операторы вот вступили в такую коллаборацию. И там как раз рассматривается взаимодействие между режиссером и оператором. В вашем случае, если говорить про последнюю работу, или крайнюю, как это принято, это была работа по раскадровкам? Или у вас вообще другой стиль какой-то? Я люблю раскадровывать кино. Сами рисуете? Нет, рисуют операторы, почтные раскадровщики. Я не умею, к сожалению, рисовать. Я люблю раскадровывать кино, но я очень часто потом не пользуюсь раскадровками на площадке. Потому что я люблю от артистов работать. То есть мы всегда придумываем с оператором, как снимать. А потом приходим на площадку, репетируем и очень часто по-другому снимаем. Но план, как это дело, всегда есть. И я всегда знаю, в какое количество кадров я буду снимать. Они просто могут условно поменяться. А этот полный метр, к сожалению, мы практически... У меня из-за пандемии оператор поменялся прямо накануне. То есть Яна Ритц присоединилась к проекту за три дня до съемки. И мы просто очень подробно обсуждали, а потом блоками готовили картину по выходным. Вот поменялся оператор именно на этой работе или оператор, с которым вы долгое время работали? Нет, у меня не было. Вот я сейчас второй проект снимаю с Яной Ритц, и мне очень нравится с ней работать. До этого я все время с разными операторами работала. Важно найти своего оператора? Мне кажется, очень. Но мне кажется, что тоже под разные задачи разные операторы, наверное, могут использоваться. То есть вы бы все равно не смогли... Ну, то есть вы готовы, в общем, ради работы, даже если прямо это оператор, которому даже и не хочется говорить, что ты вот здесь вот сюда не подходишь, готовы резать правду маткой и делать... Ну, мне кажется, что кино, да, самое главное, чтобы складывалось. Вот некоторые ваши коллеги, даже очень успешные, все равно говорят о том, что кино – это такой вот уже вымирающий вид. для этого нужен абсолютный альтруизм, абсолютная увлеченность. Умирающий? Я так не думаю. Вот почему-то мне тоже так кажется. Особенно в Архангельске, в атмосфере всего того, что происходит. Нет, я так не думаю. Почему? Не знаю. Мне кажется, что это, наоборот, достаточно живой вид искусства, развивающийся постоянно. Из-за того, что государство начинает помогать или потому, что оно, в принципе, такое? Государство, мне кажется, всегда так или иначе поддерживало. Ну, мне кажется, оно в целом такое. Ну, и сейчас, мне кажется, что даже, ну, практически любой человек может сейчас снять короткий метр за очень небольшие деньги и большой приток из-за этого людей в индустрию приходит. Мне кажется, что, наоборот, ну, нет, мне не кажется, что это вымирающий вид искусства. Вот я, по крайней мере, сам наблюдаю, что, действительно, появляются имена, которых не было, там, в серьёзных школах, они самоучки или люди, которые из-за насмотренности и потом уже возможности реализовывать, осваивать технические вопросы, становятся вполне себе успешными режиссёрами. Вы как относитесь вообще к тому, что делают, ну, молодые, непрофессионалы? Ну, вы прям смотрите это? Ну, я смотрю много кино. Я, в целом, смотрю всё, что снимается, но, возможности, то, что на фестивалях, на основных было, я смотрела. А так вот просто ткнуть пальцами и посмотреть, а вдруг? Ну, я, нет, я слежу за какими-то режиссёрами, мне, ну, как бы, мне в целом интересно, за какими-то выпускниками каких-то лабораторий слежу. Интересно, что происходит на данный момент в индустрии. Как реагирует публика в Архангельске уже сейчас? Отклик, как вы получили? Прекрасная публика. Я получаю вообще огромное удовольствие. Живые вопросы, ответы. Прекрасно ходят люди. Я под огромным впечатлением. Ну, есть маленькая у нас такая коллекция вопросов под зрителей, да? Что удивило вас? Какой вопрос? Ну, вот у меня сейчас ещё будут вопросы-ответы. На вчерашних в целом ничего. Прекрасные были. Много высказывались люди. Мнение о фильме. Прям очень приятно было. Есть ли такие площадки, вообще вот этот формат? Он удобный для того, чтобы получить обратную связь? Опять же, это только эмоциональный заряд этот ответ? Или он даёт вам что-то ещё? Мне кажется, очень важно вообще, особенно первые просмотры, да и не только первые, в целом важно, мне кажется, очень интересно со зрителями смотреть кино, потому что всё равно ты, когда делаешь фильм, ты в достаточном вакууме пребываешь, и это очень полезно, мне кажется, видеть реакцию зрителей, и начинаешь понимать, что как бы заложено, работает, что не работает. На вопросы-ответы мне прямо, мне очень это интересно, просто потому что ты узнаёшь абсолютно живое мнение. Даже если это отрицательное мнение, то, мне кажется, очень полезно. Я с большим нетерпением буду ждать ещё и первый класс, потому что мне уже действительно интересно. Ну а для людей, которые не так давно стали родителями, это ещё будет не первый класс, а первый родительский урок. Как в том числе и осознанно отнестись к тому, что мы делаем с нашими детьми, потому что дети сейчас очень загружены. Иногда так думаешь, у нас работы очень много, а когда они, особенно вот сейчас в декабре, говорят о том, что папа, мама, отстаньте, у меня столько много дел, это действительно откликается. Поэтому спасибо большое за то, что поднимаете эти темы. И очень хочется, чтобы вы стали большим другом кинофестиваля «Артик Оупен». И когда будете выпускать следующий фильм, обязательно имели в виду нас для премьеры. Спасибо огромное. Спасибо. Очень приятно. Спасибо фестивалю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова